Многофункциональный центр готовится к приему посетителей. Как он будет осуществляться в условиях пандемии коронавируса? Подробнее расскажет моя коллега Ирина Зайцева. Глава муниципалитета Юлия Купецкая в многофункциональном центре на Борисовском шоссе с проверкой. Офис готовится к приему посетителей. Все меры безопасности в борьбе с коронавирусом строго соблюдены. Например, в зале установили 30 специальных экранов. Они обеспечивают защиту от заражения и инфекции как самих сотрудников, так и жителей. В помещении работают бактерицидные лампы. Кроме того, нанесена разметка в полтора метра. Соблюдать специальную дистанцию в зале необходимо в первую очередь. Каждые два часа помещения полностью обрабатываются дезинфицирующими средствами. При входе медицинские маски, перчатки, антисептики и электронные термометры для измерения температуры. Возобновление работы планируют проводить поэтапно. Первый этап это семь услуг для юридических лиц и ИП, предпринимателей. В основном это услуги Росреестра, выписки ЕГРН и архивные справки. Будет осуществляться работа по предварительной записи. Это будет осуществляться через колл-центр, где наш специалист будет назначать время, выдавать определенный код и одновременно проверять. Будет база данных, проверять данного человека на коронавирус. Второй этап возобновления работы центра предусматривает оказание 51 услуги. О том, когда офис будет функционировать в стопроцентном объеме, говорить еще пока рано. Население 65 плюс, мы не будем осуществлять прием. Также работа МФЦ будет, сотрудники будут выходить 50% через окно. В основном офисе на Борисовском шоссе, где мы находимся, это будет у нас 15 окон. Это будет паспортный стол, водительское удостоверение, выдача и 10 специалистов, которые будут осуществлять прием по предварительной записи. И также три окна будет работать в поселке Большевик на те же услуги. В Серпухове принимать граждан будут в двух офисах на Борисовском шоссе 17а и в поселке Большевик по улице Ленина 110. Подать документы на предоставление услуг можно будет по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по телефону контактного центра, который вы видите на экране. Запись ведется ежедневно без выходных и праздников с 8 утра до 20.00.